Субтитры делал DimaTorzok 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 Подростком стал терять слух И тому отрасу, когда обычно у людей все складывается хорошо у меня сложилось очень плохо из-за моего слуха то есть я стал плохо слышать и общаться мне стало затруднительно и благодаря врачам, которые, к сожалению, я не записал фамилиями отчества, которые подсказали, что оказывается существует такое общество, как общество глухих подсказали, где находится то общество и когда пришел туда, я увидел, что оказывается очень много людей, которые страдают этим физическим недоатаком Каждую пятницу в здании по адресу Хасана Туфана, 33, собирается большая компания но здесь никогда не бывает шумно Это помещение в 2010 году Министерство земельных и имущественных отношений безвозмездно передало обществу глухих сроком на 15 лет поэтому общество решило обосноваться здесь основательно Сделали ремонт за свой счет, купили мебель Для них это единственное место в городе, где можно чувствовать себя комфортно Здравствуйте, всему миру здравствуйте Не ходите поближе Я вовсе у них в организации каждую пятницу Мы здесь все общаемся всегда, все собираемся Потому что мы всегда, когда мы встречаемся в кафе в обычном, всегда разница А здесь мы свободно себя чувствуем, свободно общаемся Нам очень нравится общаться здесь, именно в нашем доме Раньше, когда офис был маленький, было очень много проблем Глухие собирались Некогда было встречаться Мы всегда добились этого места большое Очень было старое Все глухие собрали деньги Постарались, сделали ремонт Видите, какой красивый ремонт сделали Мы все сами и все довольны И все приходим, все мы общаемся, играем И очень тихо Главное развлечение здесь это бильярд Дорогостоящий стол для игры в подарок обществу Купил его председатель Рустам Валеев За что его жена до сих пор не может простить Валеев единственный член общества, который частично слышат Он и помогает глухим найти работу, что является его главной обязанностью Но когда ты, друг, осознаешь, что ты можешь кого-то помимо своей семьи согреть Дать ему что-то более комфортное Это дорого стоит Дверь, я честно говоря, в растерянности, я не знаю Мне просят рассказать про себя и не дачи мне сказать Он открыл ту именно проблему, которая была всю жизнь Понимаете, каждый человек, даже среди наших мир Наш мир, который среди говорящих Не каждый находит свою нишу Кто что может сделать Получает образование, получает все Но не может свою нишу найти Это очень сложно Но он, слава Богу, что он жив и здоров Но он нашел эту нишу, где можно было глухим найти свое место в жизни А чем вы конкретно занимаетесь? Какими видами работаете? Подметаем игрушками и убираем все И в метро работали И весь мусс убирали Чистим все Разные работы выполняли И спасибо директору, который принимает глухих на работу И помогает И хотим, чтобы осталось это помещение здесь И чтобы встречались здесь ребята Ради этого энергетик по образованию Постигает новый для себя мир юриспруденции И борется с профессионалами из правового отдела Министерства земельных и имущественных отношений Ведомство хочет расторгнуть договор Безвозмездного пользования этими помещениями Ссылаясь на то, что здание аварийное Договориться с инвалидами о переселении полюбовно Чиновники не смогли Поэтому решили просто подать на них в суд В своем иске они просят обязать общество освободить здание Ни слова о переселении в нем нет В результате они получаются так Вы сняйте Хорошо, а куда мы выйдем-то? Мы вам дадим помещение Говорят, мы же вам предлагаем Хорошо, письменные форумы предложите Они ни одного письма не написали, что они нам предлагают А почему? Потому что судья не будет смотреть Что ты говорил Молодец, что ты говорил Ты докажи, письма нету всего В то, что здание аварийное, Валиев не верит Цифры говорят сами за себя Когда Минзимимущество в 2010 году передавало помещение в пользование В документах о состоянии здания было указано Степень сношенности 44% Между тем, данная постройка 1940 года Получается, за 70 лет износ составил лишь 44% Но теперь в заключении об аварийности стоит цифра 89,25% Выходит, что за последние 4 года, в течение которых в этом районе открыли вокзал и новую станцию метро Износ здания резко увеличился более чем в два раза Объяснять что-либо на камеру представители министерства не пожелали Несмотря ни на что, председатель Республиканской общественной палаты уверен Что никто обиженным не останется Ведь в Казани скоро откроется дом некоммерческих организаций Площадью в 500 квадратных метров Разместить там всех желающих, конечно, не получится Поэтому раздавать площади организациям будут по конкурсу Но кто знает, может повезет именно глухим Общество глухих, это одно из старейших обществ Они достаточно давно работают И, насколько я знаю, им предлагается и предлагались много новых помещений Много новых помещений, их не устраивает В том числе и вы мне как-то задавали вопрос Мы сейчас завершаем работу по реконструкции, так скажем Или приведению в соответствии с нормами здания Которые нам выделены в оперативное управление Это по 8 марта Мы им там тоже предлагали, их это не устраивает Вы предлагали, да? Да, конечно Хотя это еще предлагали в каком плане? Пока еще и не конкурс не объявлен Пока идут работы Мы предлагали в том плане, что мы там планируем создавать рабочие места для НКО Мы сейчас разрабатываем положение Будет объявлен конкурс И победители, конечно, получат Но ни о каких, конечно, сотен квадратных метров Не может быть и речи, там всего 500 А организации, как я уже сказал, достаточно много Мы, мы, мы пока тоже ничего не предлагаем Мы говорим, что мы готовим здание Готовим здание Об этом все знают Говорим, будет конкурс, да Если кто-то хочет посмотреть заранее и определиться Они вот посмотрели заранее и говорят Нет, значит, насколько я владею информацией Поэтому официально никто никому ничего не предлагал Потому что предлагать еще нечего Вот и все После интервью Анатолий Алексеевич посоветовал нам не заниматься этой темой Мол, знаете, сколько у нас инвалидов Рассказывайте лучше о других проблемах Людей с ограниченными возможностями в Татарстане действительно много Среди 5,5 тысяч некоммерческих организаций республики Более 300 связаны с деятельностью инвалидов Почему они так популярны? Наверное, потому что поодиночке в нашем обществе Людям с ограниченными возможностями выживать крайне сложно К примеру, глухие люди сегодня слабо интегрированы в наше общество Дефицит сурдопереводчиков, неразвитая инфраструктура российских городов Всего 9 вузов, в которых могут учиться глухие И сложности при трудоустройстве Это только самые очевидные и поверхностные проблемы в России Потому что у нас, короче, в советское время, имеется в виду в СССР Были, извините, пожалуйста, как называется, пораньше назывались ПТУ ПТУ, где обучали глухих Разные профессии, понимаете? А здесь, когда развал произошел, закрыли все ПТУ Людям негде получать образование, не то что образование, а специальности Это не образование, а специальности Кто был, 51-й, который выпускали покорей, позировщиков По дереву мастеров Это все закрыли В то же время есть страны, где уровень интеграции глухих людей в общество гораздо выше В Китае, к примеру, создают целые коммерческие компании, в которых работают только глухие люди Там также разрабатывают новые высокотехнологичные сурдопереводчики Также есть страны, в которых работают церкви, мечети, кинотеатры и магазины для глухих Но вернемся в наше государство, в город Казань Где в судебном порядке решается вопрос о выселении общества глухих Татарстана Сегодня последнее заседание по данному делу Пожалуйста, если вам слово Громче, пожалуйста, говорите, чтобы он снижал Да, не стесняюсь, четко, все, ясно Не спешите с таком Хорошо Уважаемый суд, Министерство земельных и имущественных отношений Полностью поддерживает те доводы, которые изложены в нашем первоначальном иске Во-первых, хотелось бы обратиться к договору, по которому было предоставлено безвозмездное пользование этого помещения В здании по улице Хасана Туфана, 33 В пункте 2.1 этого договора сторонами было согласовано условие о том, что судодатель, то есть естественное земельное имущество Праве в любое время отказаться от договора в порядке указанном в пункте 4.5 Согласно которому возможно отказаться в одностороннем порядке от договора при условии направления соответствующего уведомления ответчика В принципе, эти условия договора и сон были выполнены Второе основание, уважаемый суд, это по поводу состояния этих зданий У нас по документам, это если смотреть, то и письмо прокуратуры Московского района Я бы просил вас не перебивать, ведь я же не перебивал, давал возможность до конца высказать То, что здание как бы не совсем преднепригодное для того, чтобы там граждане пребывали Подтверждается рядом документом Это и заключение научно-производственного строительного объединения Это и письмо прокуратуры Московского района Там со стороны еще также ряда госорганов были письма от Роспотребнадзора Что санитарным требованиям не соответствуют зданию И еще было письмо от МЧС, по-моему, что требования пожарной безопасности здания не соответствуют И еще заключение был дат инвеста граждан правил Докладное представление, если внимательно было почитать Прокуратура требует принять меры, устранив отмеченных в аппаратуре нарушений И наказать вновь То есть наказать сотрудников поистетства демиальных отношений Они же вам написали Потому что они к себе нам доказывают Но какие отмечены на руках нарушения? Там только одно нарушение Пожарная безопасность Там про притаж, в которой больше ничего не сказано Ровно еще Прокуратура Московского района не требует Расторный договор Не требует Или изъять имущество у нас Нет таких доказаний Натерял дела, они просто отсутствуют Нет таких требований В ожидании решения суда Ответчики рассматривают фото здания Куда, возможно, им придется переехать Им предложили место возле исправительной колонии номер два Разумеется, безо всякой компенсации Растрат на переезд и новый ремонт Кто-то уже свыкается с мыслью о вынужденном переезде А Валиев все еще надеется На решение суда в пользу глухих Вот это вид со второго этажа Исковые требования Расторжение договора Оставить без рассмотрения Обязать общественную организацию Инварит общества глухих Республик Тарстан Освободить и возвратить Министерство земельных и мышечных отношений Республик Тарстан Помещение на первом этаже Здание по адресу Города Казань Улица Хасан Туфан 33 Площадь 216 и 96 квадратных метров Решение может быть обжаловано Седание билет закрытым Субтитры создавал DimaTorzok